Осознанность своего психологического положения и состояния. Понимание действий и их результата. Влияние. Возможность что-то поменять, осознать, увидеть. Наблюдение, внимательность, анализ и оценка. Вот что значит. Металл. Эдвард Билл. Когда-то я уже делал разбор его личности и, говоря честно, не собирался к нему возвращаться. Даже недавно сложившаяся ситуация не несла для меня большого интереса. И так продолжалось вплоть до выхода этого видео. Я больше не Эдвард Билл. Кто-то посчитал его искренним, но многим оно показалось наигранным. Тогда вот те же проанализируем, насколько честен с нами пранкер Эдвард Билл. Для тех, кто еще не в курсе. 1 апреля этого года машина Эдварда Билла вылетела навстречу и устроила ДТП. В результате которого пострадали две девушки. И одна была гастапилизирована с тяжелыми переломами. Насколько мне известно, она сейчас находится в коме. Как выяснилось, за рулем сидел сам блогер. Сначала Эдвард утверждал, что его подрезали. А кто тебя подрезал? Медсубист. Но позже, видимо, по совету адвокатов изменил свои комментарии. Скорость была 90. Будет проводиться экспертиза. И там будет четко ясно, почему я уехал в встречную полосу. Я не знаю точно, сейчас не скажу. Я сейчас начну говорить, и меня следовательство накажет. Важно понимать, что я не собираюсь обелять или наоборот, очернять все действия Эдварда. Я хочу проанализировать ситуацию и дать по возможности объективную оценку со стороны. Поскольку у меня нет однозначного мнения об этом человеке. Для того, чтобы судить объективно, давайте разберемся в причинах столь бурных и негативных реакций общественности. Безусловно, одной из причин стал медийный образ Эдварда Билла. Прославившийся в интернете своими жесткими, зачастую даже неадекватными пранками, он создал себе огромную армию ненавистников. Именно поэтому негативное восприятие ситуации основано на когнитивном искажении. Эффекте первого впечатления. При котором на оценку дальнейшей деятельности личности влияет уже сформированное о ней мнение. Его силу отлично демонстрирует данный эксперимент. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень опасного преступника. Различным учащимся предоставили фотографию одного и того же человека. И сначала сказали, что он очень опасный преступник, а потом назвали его очень известным ученым и попросили охарактеризовать его. Давайте послушаем некоторые комментарии. Мне кажется, что этот человек хитрый, замкнутый, скрытый такой. По-моему, ему свойственно какое-то недовольство, презрение к людям. Какой-то очень топорный, очень грубый, который не бывает обычно на лицах интеллектуальных, а свидетельствует скорее о какой-то узости и ограниченности взгляда в этого человека. Перед вами портрет очень большого ученого. Довольно умный, у него пристальный взгляд. Говорит с окружающими, он нравится окружающим, ну, может расположить к себе людей. По похожему принципу негативную реакцию вызвала изда Эдварда Билла, на которой СМИ сделали особый акцент. Тылки, побрякушки. Такая жизнь у блогера была. Несерьезная, шуточная. Е-е-е. Всем привет, друзья. Ютубер Эдвард Билл и его кривая эпатажа. Почему мы это смотрим и почему это нравится миллионам? Поставь сюда, опять. Таким образом, человек, который имеет заведомо негативное мнение, будет находить в этом подтверждение своей точки зрения. А количество штрафов напрочь отбросит все сомнения в его виновности. Факт из ряда вон выходящий на гоночной ауди-блогера. 566 штрафов за превышение за разметку. Безусловно, столь безрассудная езда может подкрепить его виновность. И ее ни в коем случае нельзя оправдывать. Однако делать какие-то выводы основываясь только на ней, не что иное, как селективное восприятие. Еще одно когнитивное искажение. Оно возникает, когда человек уделяет внимание только тем вещам, которые подтверждают его точку зрения. И игнорируют остальные факты. Запомните это определение, мы еще вернемся к нему, когда будем говорить об искренности сожаления Эдварда Билла. Почему-то существует мнение, что это очередная пиар-акция блогера, которая немного меня поражает. Очевиден тот факт, что Эдвард не психопат, который убивает людей ради собственного развлечения. Вполне логично и то, что авария, которая произошла, не была пиар-ходом. Он же не самоубийца. То есть он не имел мотивов на то, чтобы совершить ДТП. А значит, у него нет никаких причин быть неискренним. Он не хотел навредить человеку или убить его. Мы сделаем все возможное, чтобы Мария стала на ноги. И будем восстанавливать ее до тех пор, пока она не станет, как было ранее. И тут у нас происходит конфликт двух понятий. Мы наблюдаем Эдварда, не желавшего вреда человеку, и медийный образ, который действует против него, заставляя людей верить в наигранность чувств и эмоций. Неоднозначность ситуации с аварией в данном случае стала лишь пусковым механизмом к негативным реакциям, обусловленным негативными искажениями. Если изменить эту ситуацию на другую, столь же неоднозначную, сюжет повторится с такой же силой. Таким образом, мы выяснили, что Эдвард искренне не желал этой аварии и не хотел нанести вреда женщине. Но насколько честен он был в раскаянии? В этом вопросе все не так просто, как в предыдущем. Порой Эдвард демонстрировал достаточно странное поведение, а заведомо негативное отношение подкрепляло сомнения людей в его искренности. Может быть, адвокаты подсказали ему, что говорить? Например, в этом моменте я допускаю, что речь была заготовлена, чтобы создать необходимый образ и линию защиты. Заметно, что он периодически что-то забывает и подбирает слова. Он останавливается и пытается произнести свои слова четко, будто бы читает стихотворение в школе, которое выучил наизусть. Если бы так можно было в тот момент, я бы оказался на ее месте. Обычный речевой код Эдварда содержит более простые неформальные эмоциональные выражения. А здесь он монотонным голосом произносит достаточно нестандартные для его образа формальные конструкции. Если рассмотреть это выступление в контексте защиты от наказания, он имеет достаточно сильную позицию и говорит, «Это первый раз в жизни, когда я так оступился и совершил ошибку». Это впервые в жизни, когда я так оступился. Если виновный совершает подобный проступок не первый раз, уровень доверия к нему заметно снижается, и он находится в гораздо более слабой позиции. В данном случае положение Эдварда более выигрышное, поскольку он говорит, что такое случилось впервые. «Это впервые в жизни, когда я так оступился». А теперь давайте сравним выступление Эдварда с видео, где актер Льюис Сондерсон играет отца, который пожертвовал собственное сердце сыну. Он без каких-либо препятствий произносит речь, подбородок также статичен, а уголки бровей практически неподвижны. Как вы можете заметить, подобная риторика Эдварда наводит сомнения на его искренность. Однако делать какие-то выводы только на основании этой ситуации, опять же, селективное восприятие. Вы же еще помните, что это такое? Есть множество ситуаций, которыми мы не в состоянии управлять, и которые вызывают у нас печаль. Иногда у опечаленного человека внутренние концы бровей приподняты и сведены к переносице, глаза слегка сужены, а уголки рта опущены. Иногда можно наблюдать легкое подрагивание слегка выдвинутого подпородка. Мимическая печаль выражает себя в течение нескольких секунд, но ее переживание может длиться очень долго. Но даже при отсутствии выражения мимических проявлений, печаль обычно выдает себя, хотя признаки ее могут быть почти неуловимыми. В печали лицо человека выглядит поблегшим, лишенными мышечного тонуса, глаза кажутся тусклыми, а печальный человек разговаривает мало и неохотно, темп его речи замедлен. Давайте поподробнее остановимся на интервью, которое стало причиной сегодняшнего разбора. Это страшно. Эмоции. Они вполне соответствуют тому образу искреннего проявления печали, который нам известен. В этом фрагменте можно заметить при поднимании нижней губы и подбородка, а также выдерживание длинных пауз между словами. Вернуться назад, я ничего не скажу, я не буду загадывать. Данное мимическое движение очень часто встречается во время формирования искренней эмоции печали и порой является одним из главных индикаторов искренности. Я намеренно сейчас хочу провести в пример проявление печали у маленьких детей, поскольку они намного более искренни и зачастую у них нет причин контролировать эмоции или симулировать их в маркетинговых целях. Например, здесь маленький шахматист Михаил Осипов был настолько уверен в своих навыках, что после того, как не смог победить гроссмейстера Анатолия Карпова, он еле сдерживал собственную печаль. Мы также с вами наблюдаем первичные проявления печали. Приподнятый подбородок, опущенные уголки губ и далее приподнятые внутренние уголки бровей. В речи Эдварда столь длинные паузы, скорее всего, обусловлены высокой эмоциональностью ситуации. Можно заметить, как он сдерживает эмоции, и у него появляется ком в горле. Возможно, он не желает демонстрировать эту искреннюю печаль, поскольку привык к сильному Эдварду, своему медийному образу. Сравните его реакцию с реакцией ребенка, который искренне сожалеет из-за того, что никто не пришел навстречу. Я ждала там полчаса, и никто не пришел. Я везде искала по парку, никого не было. Пожалуйста, не обманывайте меня больше так. Мы наблюдаем те же эмоции. Приподнятый подбородок, опущенные уголки губы, приподнятые уголки бровей. Девочка настолько опечалена, что говорит «взахлеб». Эмоция печали мешает произносить ей фразы. Однако стоит понимать, что проявление стыда, печали или других эмоций может отличаться у каждого человека, поскольку имеет не только биологические, но и социальные факторы, основанные на опыте переживания эмоций. Мы могли бы сделать более точные выводы, если бы имели возможность наблюдать за этим. Но в данном случае, предполагая, что место эмоции печали в какой-то степени занимает страх за собственную безопасность. Например, в этом, немного более позднем интервью, Эдвард Билл не боится потерять все и сразу. Не боитесь, в одной части, все потерять, вот если не боюсь. Но боится мужа пострадавшей. Я боюсь больше сейчас за то, что муж ее, он очень сильно сейчас, он очень сильно расстроен. Можно заметить, что он пытался привязать свои слова к страданиям мужа. Хотя описывал это так, как будто боится его как объекта и силу. Так скажу, он мужик. Он меня видел один раз, когда он приезжал на... Когда меня арестовали, я его увидел, я не смог особо смотреть туда. И, возможно, это связано с тем, что муж пострадавшей, бывший сотрудник ГАИ. Муж Марии, бывший сотрудник ГАИ, вот посмотрел он видео, как в аварии. Обратите внимание на слова Эдварда в этом отрывке. Он прямым текстом говорит, что боится агрессивного настроя мужа, то есть расценивает его как объект угрозы, а не эмпатии. Муж ее, он очень сильно сейчас... Он очень сильно настроен, очень сильно... Он мужик. Он меня видел один раз, когда он приезжал на... Однако в данном видео мы также можем наблюдать искреннее проявление сожаления и эмпатию, обусловленные прошлым Эдварда. Как известно, он рос без родителей. Или примеры из того интервью. Эдвард способен проявлять эмпатию, как человек, у которого тоже есть дети. Стоит отметить и то, что мы не можем наблюдать яркое проявление такой эмоции, как стыд, по имеющимся видеофрагментам. В целом, его поведение адекватно, осознанно и контролируемо, а разовые вспышки печали не дают нам заключить, что он действительно испытывает эмоцию стыда продолжительное время. Томкинс описывает стыд как эмоцию наивысшей рефлексии, когда стирается грань между субъектом и объектом стыда. И человек погружается в мучительное самосознание и самопостижение. Детальное описание этой эмоции представлено Хелен Льюис. Человек, переживший стыд, ощущает себя объектом презрения и насмешки. Он чувствует себя смешным, униженным, маленьким. Он ощущает беспомощность, неадекватность, неспособность и невозможность осмыслить ситуацию. И, к сожалению, по тем видеофрагментам и по тому поведению, что мы наблюдаем, мы не можем заключить, что он находится в состоянии стыда статично и интенсивно. Но если мы обратимся к статистике результатов изучения предпосылок и последствий стыда, то увидим, что зачастую причинами возникновения стыда является разочарование в себе, ощущение своей несостоятельности. Ощущение, что сделал что-то ранеещее других. Ощущение, что что-то юридически или морально неверное. Ощущение изоляции, отверженности, потерянности, брошенности. В этот момент человека посещают мысли о неудаче, разочаровании, о заслуженности порицания. О том, что сделал что-то, что задевает других. Мысли о совершенной глупости. Действия, которые вызывают эти ощущения, как правило, связаны с поступком юридически или морально неправильным, вредным. Поступком неправильным, глупым, ошибочным. Поступок, вредный для окружающих. Если наблюдать за этими пунктами, здесь мы имеем полное соответствие. Здесь выделены факторы, наиболее соответствующие Эдварду Биллу. Я сознательно не стал выделять испытываемые им эмоции, поскольку не могу сказать точно за человека. Безусловно, в его речи периодически встречаются такие фразы, как Все, наверное, меня сейчас ругают, у нас менталитет такой, я больше не Эдвард Билл и так далее. Более того, он имеет соответствие со многими пунктами возникновения стыда. То есть, мы видим причину возникновения стыда и результат, который отражается в эмоциях. Однако, у нас есть сомнения в том, что это его слова. Либо линии защиты, которые не дают быть на 100% уверенными в искренности эмоции. Подытожим. Проанализировав различные видео искреннего и неискреннего поведения и затронув историю формирования печали как таковой, Я могу предположить, что нет оснований считать, что это, к сожалению, не может быть искренним. Если посмотреть на ситуацию со стороны, то я сильно сомневаюсь, что у него был мотив совершать данное преступление. Соответственно, он не имеет причин не жалеть осадейным. И несмотря на то, что у него присутствует страх за собственную безопасность, это не может исключать варианта проживания чувства стыда. Безусловно, мы не можем игнорировать тот факт, что происходит какое-то наигрывание. Но дополнительную информацию возможно получить только при личном взаимодействии с человеком. Потому что в такие моменты у него в голове возникает монолог. В результате которого и появляются различные стимулы, формирующие его реакцию. И, соответственно, то, что мы наблюдаем по видео. Эдвард Билл стал вести себя по-другому. Его прежний медийный образ трещит по швам. И мы становимся свидетелями этого расслоения. Я больше не Эдвард Билл. Говорит он нам. Но надолго ли? Наигранность, которую мы замечали по ходу разбора, заставляла нас все больше и больше сомневаться в нем. А медийный образ лишь подкреплял людское недоверие. В итоге он сам себя загнал в такое положение, где слова перестали восприниматься истиной. А эмоции будто бы наиграны. Что происходит? Эдвард Билл пожинает плоды собственного труда и страдает от сформированного образа? Судить уже явно не мне. А на сегодня у меня все. Загляните после просмотра в описание и оцените мой вышедший мерч. Кто приобретет, присылайте мне свои фотографии в инстаграме или телеграме. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в другах и быть на шаг впереди. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok